Как можно быстрее ввести эмбарго на нефть из России, а также блокировать все российские банки и отказаться от IT-сектора. Президент Украины призвал страны Запада ввести против РФ такие санкции, которые ещё десятилетиями будут работать на поддержание мира. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, с которого для Владимира Зеленского и началась эта неделя. Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения России специального оружия – химического, биологического, ядерного, не дай бог. Не создавайте у агрессора иллюзий, будто бы мир недостаточно сопротивляется. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный порядок в мире. Украинский лидер на форуме предложил создать новый формат гарантии безопасности – глобальную структуру United24, которая сможет за сутки оказать поддержку любой стране, подвергшейся вооружённому нападению, либо столкнувшейся со стихийным бедствием или, например, эпидемией. Эксперты-международники также говорят о необходимости глобальных реформ. Поскольку у той же ООН, например, нет механизма, который сделал бы её решения обязательными для выполнения. Нет механизма, который бы заставил или держал бы, так сказать, ну как занесённый топор, что ли, над другими нациями. Если они нарушают, выходят за пределы общих правил, которые ведут к тяжёлым последствиям и приводят к возрастанию тех же политических рисков, к катастрофам ведут, которые вынуждена решать эта международная структура, то, естественно, у него должен быть механизм обеспечения такой, в том числе и силовой. В Давосе Владимир Зеленский также призвал мир сделать всё возможное для восстановления продовольственной безопасности, но при этом не торговать зерном, украденным Россией в Украине. Президент здесь чётко дал понять, что мы готовы, давайте делать коридор, давайте продавать это зерно. Скажем так, за Украиной точно дело не станет, но вот Россия мешает, Россия готова убивать десятки миллионов людей голодом, лишь бы шантажировать или снять с себя санкции, продолжая оккупацию Украины. А во время конференции в Украинском доме в Давосе президент Украины попросил Запад поскорее передать современное вооружение для противостояния российской агрессии, чтобы не нести столько человеческих потерь. Нам нужно мощное оружие, которое позволит не терять столько людей, потому что иногда у нас люди воюют против техники. У них в 20 раз больше техники. Сейчас на Донбассе у нас 1 к 20. Представьте себе, какие у нас люди, какие крепкие наши воины, какой у нас народ. После того, как удастся освободить территории, захваченной россиянами с 24 февраля, Украина планирует начать переговоры с РФ о возвращении оккупированных районов Донбасса и Крыма. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью японскому вещателю НХК. Чтобы мы дошли как минимум до 24 февраля, а потом еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, прекращении войны и возвращении наших территорий. Ответил президент и тем, кто предлагает Украине отдать часть территорий во имя мира. В частности, раскритиковал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и прокомментировал статьи западных СМИ о возможных уступках России. За всеми этими геополитическими размышлениями тех, кто советует Украине что-то отдать России, большие геополитики всегда не хотят видеть миллионы украинцев, живущих на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Нужно всегда видеть людей и помнить, что ценности – это не просто слово. А сейчас Россия пытается свои ниточки, которые лежали на вторлении, поднять и начать за них дергать. Поэтому то, что появляется и в Нью-Йорк Таймс, как ОПЭД, и выступления господина Киссинджера, есть не что иное, как попытки дать сомнение в том, что сейчас и запад, коллективный запад и Украина на правильном пути. О вооружении. В конце недели Владимир Зеленский снова говорил с главой финского правительства, которое посетила Киев. Также президент поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, поставки топлива и активизацию работы над гарантиями безопасности. Поскольку мы сейчас на данный момент не являемся членом НАТО и не можем рассчитывать на конкретную помощь со стороны НАТО, то нам должны какие-то конкретные гарантии безопасности, чтобы подобная агрессия больше никогда не повторилась. Мы ожидаем гарантии от крупных государств Запада, Соединенных Штатов, Великобритании. Причем это должны быть конкретные гарантии, а не абстрактные декларации, как в том же самом Будапештском меморандуме. Кроме того, президент Украины успел поддержать петицию о введении визового режима для граждан России и подписал закон о конфискации активов всех, кто поддерживает войну. Наталья Волошина, специально для информационного марафона Freedom, телеканал АЮЭЙ.